В этом видео мы на реальном примере посмотрим, как трансформируется форма, меняется ее внешний вид в соответствии с вашими пожеланиями. Итак, для начала давайте активируем просто форму и посмотрим, как она смотрится в том виде, в котором есть, на шаблоне по умолчанию. Итак, сохраняем настройки, переходим на блог и обновляем. Как видите, под шапкой у нас появилась форма подписки. Вот в таком вот она виде идет по умолчанию. Мы сейчас попробуем поменять внешний вид как блога, так и формы подписки вот на такой. Вот на такой внешний вид. Для того, чтобы у нас форма гармонировала с внешним видом блога, нужно тоже для начала поменять внешний вид блога. Итак, давайте этим и займемся. Перейдите снова в админку блога, заходим в внешний вид настройки шаблона и внесем некоторые изменения. Итак, на ширину всю на 100% у нас блог, отступ 0, фон вокруг блога будет белый и загружаем изображение, картинку, которая у нас пойдет фоном по горизонтали. Это большой фон и он как раз захватит форму подписки. Вот такой вот. Повторять мы его будем только по горизонтали, то есть не все, а только вдоль. Дальше фон внутри блога мы убираем, он будет прозрачным. Дальше границы не будет. Идем дальше. Шапка. Шапка у нас будет где-нибудь 100 пикселей, возможно, или даже давайте 90 сделаем. Небольшая шапка. Дальше фон снаружи будет белым. Далее фон внутри прозрачным, ничего не нужно. Границы нет. Логотип в виде текста у нас будет. Сделаем его 36. Такой узкий шрифт, но все заглавными буквами. Описание будет 12. Не будем делать заглавные. Оставим такой шрифт. Оставим. Сделаем круглый дедакт. Далее сохраняем. Идем дальше. Меню. Меню у нас будет под шапкой. Высоту оставим 36. Сделаем на всю ширину. Далее отступы пока оставим по нолям. Цвет делаем белый. При наведении тоже мышки будет белый и выпадающий по желанию. Пусть будет, например, синий. Далее градиента не будет. Разделителей тоже не будет. Закруглений нет. Отображать тень нет. И шрифт у нас будет. Сделаем 14. Тоже круглый дедакт. Сделаем его черного цвета. И сделаем маленькие буквы. Маленькими буквами. То есть такое маленькое будет меню. При наведении мышки будет у нас, например, синего цвета. Итак, сохраняем изменения. Идем дальше. Контент у нас будет на всю ширину. Белого цвета фон. Границ не будет. Далее в статьях тоже границы убираем. Заголовки оставляем как есть. Только при наведении мышки сделаем синий. Далее виджеты тоже границы убираем. И пока оставим как есть. Дальше футер тоже сделаем, допустим, синего цвета. Пусть будет. Текст белый. Все, отлично. Шаблон мы поменяли. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит. Обновляем страницу. Итак, что нужно подправить? Нам нужно шапку поднять немножко выше заголовка, потому что у нас не видно под заголовок. И добавить полосу разделитель между шапкой и меню. На примере сейчас покажу. Вот такая вот цветная полоска. Давайте ее добавим и шапку немножко сделаем больше. Итак, давайте снова перейдем в настройки шаблона. Далее в шапки добавляем в фон шапки вот такую красивую полоску. Повторяем ее по горизонтали. Так, что еще мы не сделали? Шапку сделаем немножко побольше, 120. И в меню добавим еще тень. Добавим тень. Итак, обновляем. Смотрим, что у нас получилось. Ага, у нас полоска пошла поверху. Нам нужно ее опустить вниз. Итак, для этого перейдите снова в шапку. И вот здесь вот укажите не сверху по центру, а внизу по центру. То есть это будет внизу шапки, по низу шапки идти. Это полоска. Итак, смотрим, что у нас получилось. Отлично. Видите, у нас шапка разделилась с меню. Очень красиво смотрится таким образом. Дальше. Я думаю, что меню можно сделать тоже немножко побольше. Давайте перейдем в меню и сделаем не 36, а скажем 40. Хорошо, обновляем. Замечательно. Вот так даже лучше. Хорошо, теперь мы готовы приступить к форме. Форма подписки. Что нам нужно здесь сделать? Во-первых, нам нужно увеличить высоту формы, чтобы у нас как бы дошло до самого конца. Итак, переходим в настройки формы, переходим в раздел ширина, высота отступы блога и пишем вместо 250, допустим, 470. Если нужно будет, еще добавим. Итак, смотрим. Вот в предпросмотре, смотрите, у нас контент ушел слишком вниз, слишком много. Давайте поменьше, скажем, 420. Еще можно 20 пикселей убрать. Итого получается 400. Да, и еще на 5 пикселей можно. Хорошо. 395. Так вы можете добиться того размера, который вам нужен. Итак, все, мы добились того, что у нас до границы контента дошло. Отлично. Дальше нам нужно убрать фон формы, чтобы как бы стало прозрачным фон самого блога. Итак, переходим в раздел фон и убираем здесь цвет. То есть оставляем поля пустыми, чтобы не отражался никакой цвет. У нас будет просто прозрачный фон. Итак, сохраняем изменения и смотрим. У нас исчез фон формы, высветился фон блога. Итак, дальше. Что еще с фоном нужно сделать? У нас есть на примере вот здесь фоновое изображение. Это вот эта вот подложка. Красивая, цветная такая заготовленная картинка. Снова переходим в раздел фон и загружаем картинку заготовленную. У меня есть уже картинка готовая. Выглядит она вот таким вот образом. То есть полоска оранжевая, полоска темная. Загружаю я ее. Не повторять. Она сплошная. То есть я ее сделала сплошной. И сохраняю изменения. Отлично. Все загрузилось. Теперь необходимо нам настроить сам контент нашей формы. Итак, давайте для начала его очистим. Уберем все лишнее, что мы не будем использовать. Заголовок, подзаголовок, список выгод. Вообще лучше, когда вы настраиваете форму, убирать все и настраивать что-то одно. Потом подключать следующее. Так удобнее. Поэтому первое, что мы настроим, это мы настроим видео. Пока все отключим и подключим видео. И как видите, у нас появилось видео. Давайте мы его растянем. Сделаем побольше. Сделаем сетку, чтобы нам видно было, до каких границ доходить. Сделаем сетку прозрачной, чтобы нам было видно также и фоновое изображение. Итак, где-то примерно вот так, я думаю. Ну, если что, мы еще подкорректируем. Дальше убираем сетку. Итак, переходим во вкладку видео. И выберите тот видеохостинг, где у вас находится видео, либо YouTube, либо Vimeo. Я выберу произвольный, MP4. У меня уже загружено видео. Я его выбираю у себя в списке. Выбираю выбрать. И загружаю еще изображение, так называемый предпросмотр. То есть картинка до того, как начнется проигрывание видео. Дальше. Автоматически я не делаю. Отображать границу «Да» и отображать тень. Сохраняю изменения. Дальше мы поставим форму подписки. Итак, активируем форму. Нажимаем «Сохранить настройки». Перетаскиваем форму вниз. И растягиваем ее, чтобы все поля встали в ряд. Подтягиваем пунктир. Немножко делаем побольше. Сейчас мы ее увеличим. Итак, что мы сделаем с формой, с полями? Переходим в раздел «Стиль полей» и кнопки «Формы». Убираем. Оставляем границу. Убираем «Закруглять». Тень тоже убираем. Фон оставляем белым. Текст в поле. Добавляем слово «Введите». То же самое в e-mail. Дальше. Оставляем ареал. 14. Делаем наклонный и немножко потемнее. Дальше. Цвет кнопки. Пока оставим как есть. Я цвет еще подберу специально для формы. Дальше. Убираем закругление. Внутри, снаружи тень убираем. Вокруг тоже при наведении убираем. Получить доступ оставляем. Шрифт оставляем наклонный. Пусть будет белый, но без тени. Дальше. Размеры. Делаем чуть поменьше поля. И, например, 270. Кнопка. Размер увеличиваем до 40. И сохраняем изменения. Отлично. Теперь можно подтянуть форму немножко ближе. И подтянуть пунктир. Опустить немножко ниже. Отлично. Замечательно. Теперь мы готовы еще поставить сюда девушку. Итак, это изображение. Отмечаем изображение. Оно у нас появилось. Перетаскиваем его в правую сторону. И нам нужно удалить эту картинку и загрузить девушку. Переходим в раздел изображения. Удаляем картинку и загружаем заготовленное изображение девушки. У меня она уже загружена. Я выбираю. И сохраняю изменения. Отлично. Девушка появилась. Теперь мне нужно ее увеличить. Итак, ставлю ее на место и увеличиваю изображение. Просто вот так вот растягивая. Растягивая изображение. Итак, внизу она будет у нас стоять прямо на конце формы. То есть, где у нас идет форма, заканчивается цвет. Немножко будет выходить за рамки. Вот таким вот, наверное, образом. Пока ставим так. Если что, будем дорабатывать. Отлично. Ну что ж, отлично. Сохраняем изменения. Отлично. Все готово. Теперь нам нужно определить, какого будет цвета кнопка. Давайте перейдем на блок. Во-первых, посмотрим, что у нас получилось. Все, отлично. Девушка стоит на месте. Все. Вот так вот просто можно поменять форму подписки. Единственное, что вот я хочу еще показать. Цвет. Смотрите. Я хочу поменять цвет кнопки под цвет вот этот оранжевый. Как мне сделать? Есть специальное приложение для утилита для хрома. И вот я эту пипетку беру. У меня уже загружено это. И просто навожу мышкой на цвет. Допустим, вот на этот. Кликаю. И он уже автоматически скопировался. Возвращаюсь на форму в раздел стиле кнопок. И вставляю тот скопированный автоматический цвет, который у меня получился. При наведении делаю чуть-чуть темнее. Отлично. Сохраняю изменения. Обновляю форму. Замечательно. Ну что ж, теперь осталось только настроить форму. Зайдите в автореспондер. Выберите тот сервис, которым вы пользуетесь. Настроите все поля. И форма у вас готова. Единственное, что я хочу еще рассказать, это про фон. Сейчас мы использовали маленький фон. Вот этот вот, да, для формы подписки. Но здесь вы можете использовать и сплошной фон, и на всю ширину сделать его. А также вы можете использовать и видеофон. И я сейчас покажу, как это работает. Видеофон для формы подписки. Вообще, сильно не экспериментируйте с этим. Переходим в раздел фон. Удаляем фон, который мы загрузили, картинку. Переходим в видеофон. И здесь нужно загрузить два видео. Одно и то же видео в разных форматах. Это обязательно для разных браузеров, для разных браузеров разный формат. MP4 и WebM. Чтобы получить формат WebM, нужно через специальный конвертер конвертировать видео в нужный формат. Либо есть онлайн конвертер. Это я отдельно дам ссылочку. Видео не должны быть большими. Вы можете их покупать на специальных стоках. То есть сейчас делают такие видеофоны, они маленького размера, но стоят достаточно дорого. Либо самостоятельно сделать какое-то видео. Но имейте в виду, оно начинает работать автоматически. То есть там не должно быть звука. Это раз, обязательно, без звука. И второе, оно не должно быть большим, повторяющимся. Видео, оно будет зацикленное, повторяться автоматически. Но оно по мегабайтам должно быть очень маленькое. Иначе ваши посетители будут жаловаться на то, что вы поедаете их трафик. Итак, давайте загрузим изображение, которое у меня уже есть. Оно всего 2 мегабайта. Оно короткое. Это MP4. И то же самое видео у меня загружено, как бы конвертировано в формат WebM. И я загружаю еще изображение. На тот случай, если видео долго грузится, мои посетители будут видеть картинку. Ну, к примеру, не знаю, давайте вот такую. Отлично. Все, сохраняю изменения. И смотрим, что у меня получилось. Смотрите, видите, изображение. Сначала было буквально несколько секунд, потом картинка, видео подгрузилось, и началась трансляция видео. Видите, как можно красиво украсить свой блог. Давайте посмотрим, как это в реале смотрится. Вот так вот. Сейчас у нас форма блога до границ, да, 966. Давайте попробуем сделать ее на всю ширину. Что произойдет с видео? Переходим в раздел «Высота, ширина». Делаем на 100%. Сохраняем изменения. Напомню, что это произойдет только в случае, если у вас блог, опять же, на всю ширину. Обновляем. И вуаля. У нас фон, видеофон под нашей формой подписки. Замечательно смотрится. Красиво, ярко, необычно. И я думаю, что такие фишки помогут украсить ваш блог, помогут привлечь внимание ваших посетителей и увеличить подписную базу вашего блога. Ну что ж, экспериментируйте, творите. Успехов вам в блогинге!